Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Участники проекта на острове Любви проводили Мадину Кузаеву в Москву. Она будет продолжать рассказывать свежие сейшельские новости, но уже из Москвы. Ира Пинчук обратилась к своим подписчикам с просьбой. Перестаньте спрашивать, что у меня с Ваней. Мы окончательно расстались, все. На данный момент мы с ним совершенно никак не общаемся. Делаем вид, что не замечаем друг друга. Как вы помните, Марине Африкантовой удалось дорого продать свою первую картину. Я безумно этому рада. Смотрите в следующее воскресенье, как Чуев просил у меня прощения на Лобном. Ведь он говорил, что мои картины никогда не купят. Это было очень смешно. Завтра берусь опять за холст. Буду рисовать дома. Марина с Андреем собираются участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион». Мы будем бороться за миллион, пишет Марина. В конце декабря мы с Андреем летим на Сейшелы. Финальный состав пар еще не определен, но мы первые претенденты на победу. Лиза Полыгалова отказалась строить отношения с Клебом Жемчуговым. Клеб подавлен, ведь он приехал только ради Лизы, готов был меняться, а Лиза хочет просто с ним общаться по-дружески. Остров любви может покинуть Стас Маугли. У него остались чувства к бывшей девушке за проектом. Ольга Рапунцель опубликовала фотографию с отдыха. Как мы смотримся с малышкой? Я люблю детей, дети любят меня. Я хочу Лапочку-дочку и Дима тоже. Мы планируем, очень хотим, но после свадьбы. Вот так бренды отдыхают. Ольга Жемчукова показала микрорайон, в котором она выиграла квартиру. Она вместе с операторами Дома-2 ездила в Новый Зеленоград. Когда мы летом приезжали, пишет Оля, такого еще не было. Красиво, да? Подписчики Ольки беспокоятся, как бы Глеб при разводе не отсудил эту квартиру. На что ветер отвечает. Это не совместно нажитое имущество, а приз, который не делится. И Глеб на квартиру не претендует. Он сказал это мне и сыну. Ольга Бузова выставила на суд своих подписчиков новую песню под названием «Под звуки поцелуев». В нее Оля вложила всю свою душу и сердце. В жизни каждого из нас, пишет Бузова, встречаются противоречия и глупости, из-за которых уже никогда невозможно будет склеить вашу хрупкую и разбившуюся любовь. Но я верю, что все, что не делается в вашей жизни, все к лучшему. Как вы помните, к Саше Гозиас в Балтийск приехал Костя Иванов. Гозиас пишет «Сколько бы злые лохушки не писали, мы все равно счастливы. Девочки, свой змеиный яд используйте в другом направлении». Удивила своих подписчиков Женя Гусева. Оказывается, с Антоном она уже давно рассталась. Вот и пришло время вам все рассказать. Дело в том, что мы уже давно не живем вместе с Антоном, мы расстались. Мы вам этого не писали, потому что хотелось пережить этот нелегкий период спокойно, без ненужных советов. У нас теперь у каждого своя личная жизнь, мы остались в прекрасных отношениях, достойно расстались. Антон каждый день увещает Даниэльчика. Жизнь продолжается, уверена, что мы будем оба счастливы. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.